Друзья, в столице зафиксировали рост смертности от COVID-19. За минувшие сутки уханский вирус унес рекордное количество жизней. Умерли 37 человек. В минувшие три дня этой недели столичные медики сообщали о том, что от COVID-19 умирали по 27-28 пациентов. Ранее эти показатели были еще меньше. За последние два дня от коронавируса умерли двое врачей. В среду не стала анестезиолога-реаниматолога и кардиолога Николая Гончарова, работавшего в медицинском центре. Он был врачом с большой буквы «Светлая память нашему коллеге», – написал на своей странице в Facebook руководитель Центра неврологии доктора Шахновича. Виктор Шахнович также рассказал о смерти профессора Центра нейрохирургии имени Бурденко Дмитрия Капитанова. «Заразившийся коронавирусом врач ушел из жизни вчера. Я его очень уважал и любил. Мы очень много профессионально работали. Не помогла плазма и гелий», – отметил Шахнович. Он подчеркнул высокие профессиональные качества скончавшихся врачей. Добавив, что их смерть стала большой потерей для общества. За долгие годы в медицине Капитанов и Гончаров помогли огромному количеству пациентов. Об их работе отзывались с уважением и благодарностью. В московских клиниках сейчас наблюдается большой наплыв пациентов с коронавирусом. Главный врач городской клинической больницы номер 15 имени Килатова Валерий Вечерко показал загруженное отделение реанимации. «В последнее время очень много пациентов в возрасте около 40 лет в крайне тяжелом состоянии, которым нужно проведение искусственной вентиляции легких», – описал ситуацию медик. Вечерко попросил россиян ответственно соблюдать режим самоизоляции. При проявлении первых симптомов коронавируса он порекомендовал обращаться за медицинской помощью. ВОЗ выразили уверенность о том, что эпидемия в столице развивается по оптимистичному сценарию. Представительница Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что в последние три дня в Москве инфекция идет на спад. «Ситуация, кажется, несколько стабилизируется, но надо еще подождать», – высказалась эксперт в эфире телеканала «Россия-24». На данный момент в России COVID-19 заразились более 62 тысяч человек. 555 умерли. Вчера в стране зафиксировали отступление коронавируса. За сутки значительно уменьшилось число заболевших и умерших пациентов. Тем не менее, главврач больницы в Коммунарке назвал динамику распространения инфекции в Москве отрицательной. В городе заболевает больше жителей, чем выздоравливает. В Кремле считают, что рост заболеваемости будет до середины мая. После этого распространение COVID-19 в России станет менее агрессивным.